Спасибо, что зашли. Всем приятного просмотра. Посмотрите, здесь синхронизатор. Ой, у меня такое ощущение, знаете, что меня заморозили на несколько лет. Я такая просыпаюсь из криогенной камеры, выхожу и ни черта не понимаю в этом мире. Вроде все... Есть похожие какие-то элементы, например, планшет, ваза с цветами. А, подождите-ка, ваза с цветами. Ищем вазу с цветами, наверное. Но при этом, вроде есть похожие вещи, но при этом куча непонятного всего ваза с цветами. Ваза с цветами. Ну-ка. Что мне там взять? Ваниловая пласть... Виниловая. Ваниловая. Волны гасят ветер. Сборник протяжных песен Восточной Монголии. Выпуск 6-й национальный оркестр Чайбалсан Моринхур 2028. Так, прошу, ваза с цветами. Есть. Программа телепередач мы... О, ощечки. Подождите-ка, а в этих ящичках мы не лазали. Таблеточки. Все как надо. Может, я думала, этот синхронизатор нет? Ладно. Здесь ничего. Подождите-ка, что ты закрываешься? Эй! Я думаю, вот этот может быть синхронизатор. Нет? Присядь и разгляди. Мне кажется, это то, что нам нужно. Но похоже же, у нас синхронизатор. Фитокопир Грейс Эмбламер 2. Инструкция по эксплуатации. Ладно. Это явно что-то не то. Медицинское заключение. Пациент Баджан Далха. Процедура выведения дисперотоксина из организма проведена успешно. Содержание яда снижено до 60 пунктов. Повторение процедуры противопоказано. Рекомендуется сменить тело и перебраться на новое место проживания с меньшим уровнем заражения. Спасибо, что предупредили. Договор о трансфере и обслуживании. Клиент Баджан Далха. Возраст 69. HQ 47. Пасовчик услуг Центра Трансфера 30+. Клиент самостоятельно назначает дату и время трансфера. После замены тела клиент обязуется вернуть арендованный аппарат поставщику всей виды технического обслуживания, включая сбыт накопленного пассия, клиент обязуется проходить исключительно на станциях поставщика. Поставщика обязуется хранить в тайне факт уклонения от уплаты клиентам налога на хорошую наследственность. Ой, а тут что-то я подобрала? Нет, ничего не подобрала. Ладно, мы все еще ищем синхронизатор. Ваза с цветами Была подсказка у нас, да? Ваза с цветами Других ваз я тут не вижу Ваза с цветами Есть одна ваза с цветами Но почему-то Почему-то С ней ни черта нельзя сделать Во имя всего общего блага Группа некрасивых людей, отказавшись от пособия по плохой наследственности В открытом обращении поблагодарила общество за заботу и терпимость Перед своим усыплением они выразили пожелание посетить выставку достижения ошибки промышленности Усыплением? Тут что, людей усыпляют как собак? В пресс-центре фонда общественного спасения заявили, что уважают потребности граждан При общении к высшим ценностям Каждый некрасивый получит бесплатный билет на выставку красоты А также именную фитокопию класса люкс В общем, у нас здесь получается сейчас О! Ты что ли? Синхронизатор, который я ищу Такая у нас получается читающая серия По-моему, это не синхронизатор, это лупа Предмет не подходит Ну, как же так? Бу-бу-бу-бу-бу Возьмем с собой В инвентаре у нас нож Зажигалка Ой, извините Предметы первой необходимости И ничего полезного Обложки для фитокопии формат П3 В этой игре Много всего можно читать И это интересно Большая интерактивность Со всем можно взаимодействовать Сок из плодов масливы Вот, кстати Фонарик Пригодится Посмотрите, у нас уже в инвентаре Набор выживания Нож Лупа Фонарик Сжигалка Что еще нужно для счастья Ой, синхронизатор Хоть бы показали, как он выглядит Этот ваш чертов Чертов О, подождите-ка Может, ты синхронизатор? Ну-ка Пойдем-ка со мной Синхронизатор Одевайся 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 Синхронизатор Одевайся Понятно Это тоже не синхронизатор Ооо Где же тогда? Вот печаль-то какая Только я похвалила игру за понятность И Сразу застопорилась Нет, ну это Тут Религиозный такой уголок Поэтому тут вряд ли Я найду А, вот еще ваза с цветами Вряд ли найду синхронизатор Заперто Значит Синхронизатор Нужно искать Что, не вытаскивается? Нужно искать тут синхронизатора Как открыть его? Чемпионат мира по хоккей 2039 года Блестящая победа Сборной Монголии Ладно Попробуем Выйти наружу Что-нибудь сотворить А, подождите-ка Помните Нам говорили, что Что-то туда можно подрубить На крыше И что-то не хватает Чего-то Возможно К ящику подведены провода Возможно Нам вот такая штука Как раз на крыше И пригодится Давайте попробуем Конечно не знаю Куда ты? Эй, стой Я конечно не знаю Но давайте попробуем С ней не могу забираться Ладно В инвентарь спрячем Так, хорошо Тихо Да какой фонарик Зачем мне фонарик Скажи-ка мне На милость Ну-ка Подходит Потом закрепляю Я-то думала Это оно и есть Синхронизатор Блин Но нет Но нет Это все тоже Не то Фух Эту несчастную Палатку Я перерыла Сверху Донизу Перевернула Тут все Вверх Гном И до сих пор Не нашла Этот чертов Синхронизатор Это Это честно Для меня Уже просто Кажется Не какой-то Невыполнимой Задачей Ибо Где Он Может Быть Что Что Простите Так Если это окажется Тот самый Пресловутый Синхронизатор То Я буду Возмущена До глубины Души Нет Я возмущена До глубины Души Как Вот вы не представляете Я сейчас тыкнула Просто случайно Совершенно Добавлено Новое задание Совершенно Случайно Тыкнула Я У меня палец Сорвался Уже От нервов Потому что Я посреди ночи Сижу Ищу Какой-то Синхронизатор Который Я даже не знаю Как выглядит Блин Черт возьми Найдите Найдите Контейнер 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 Ладно Возможно Мне вот это Сооружение Поможет Еще раз Потому что Я уже не знаю Что тут Можно Искать Что Куда Вставлять Контейнер Как выглядит Не знаю Давайте Посмотрим Раз мне повезло Один раз С этой непонятной Штукой Возможно Повезет И Второй раз Конечно Почему бы Нет Я уже Ничему Не удивляюсь В этой игре Ну чего Включите Механическую Девушку И поговорите С ней Да не может Быть Я Я это Сделала Наконец Для вас Наверняка Это будет Все Незаметно Быстро И легко И ловко Но Потому что Я буду Вырезать Монтировать И вырезать Иначе Это растянется Серия Надолго Но для меня Это все Очень мучительно Вышло Женщина Я просто Ради тебя Выстрадалась Надеюсь Ты стоишь Того Только Пожалуйста Не взорвись Сейчас Пущи Что он сейчас Зарвется Надо спрятаться Может быть За стол Ты там как Как Вроде Шевелится Даже Дышит Она же не Человек Чего она Дышит Ой С ней Можно поговорить Наконец-то Привет Привет Ух ты Я говорю По-русски Эй Эй Можно и не Озвучивать Удобно У меня Работы Меньше Вы меня Слышите Где я Где-то В Монголии В какой-то Юрте Что со мной Случилось Не знаю Я сам Ничего не помню Вообще-то Ты мне Должна Давать ответ Ты мне Должна Давать ответ И я тебя Ради этого И включила А ты у меня Только Сдаешь Вопрос Бесполезную Женщину Иди Хоть Приготовь Чего-нибудь Да Вы Молгер Кто Такой Молгер Не знаю Интересно Где вы Взяли Мой Нерочип Нашел В тайнике Под землей В каком Тайнике Когда-то Я спрятал В земле Тайник С игрушками Вы Игрались Моим Нерочипом А потом Закопали Его В землю Ну Вот Такой Тебе Попался Мужчинка Необычный Похоже Что Так Но Я Этого Не помню Промолчала Меня Меня зовут Эннбиш Кажется А вас Чего вы Хотите Вообще Ты могла бы Представиться Знаешь Как-то Некультурно Я Ради тебя Тут Просто Все Перерыв Навела Такой Бардак Тебе И ты Кстати Между прочим Привелся Все Убирать Потом Я Хочу Понять Что Здесь Происходит Вы Не Мулгер Да Ты Задавала Этот вопрос Задолбала Уже Давай Где Что Мне Полезно Расскажи Я Не знаю Что Значит Мулгер Кто Это Тот Кто Похищает Людей И Продает Их Вещество Какое Вещество Не Понимаю Меня Зовут Ида Я Тоже Не Понимаю Я Не Узнаю Это Тело С Нем Что То Не Так Я Ничего Не Вижу И Не Чувствую Ног Что С Моими Ногами Они Как То Сделаны Слитно Что То Вроде Вазы Что У Вас Вместо Ног Ваза Для Цветов Что За Бред Мне Страшно Ида Успокойтесь Объясните Мне Вы Робот Я Человек В Искусственном Теле То Есть Вам Заменили Тело Половине Человечества Заменили Тела Откуда У вас Мой Нерачип Ида Я Только Что Нашел Его В Старом Тайнике В Тайнике Который Вы Закопали В Детстве Да Если Верить Моим Записям Как Нерачип Мог Попасть В Руки Ребенка Его Принес Беркут Ручной Беркут Моего Отца Где Он Его Нашел Я Не Знаю Когда Это Было Давно 18 Лет Назад Слушай Эннабиш Мне Здесь Неуютно И Страшно Я Хочу Вспомнить Кто И Вернуться Домой Пожалуйста Помоги Мне Я Хочу Того Ж Как Я Могу Помочь Нужно Вызвать Эвакуаторов Они Приедут И Заберут Меня Отсюда Сейчас Я Пытаюсь Маркер Не Отвечает Какой Маркер Маркер Подлинности Это Как Паспорт В нем Мои Личные Данные Запрос Отправляется Только С этими Данными Из Маркера Но Кажется Он Поврежден Что Же Делать Не Знаю Можно Наверное Предъявить Номер Моей Нерокопии Но Я Его Не Помню Я Почти Ничего О себе Не Помню Со Мною То же Самое Но Хотя Бо У себя Дома Знаешь О своем Детстве О семье Я Не Уверен Что Я Дома Не Узнаю Это Место Странно Давай Сделаем Так Задавай Мне Вопросы Спрашивай Обо Все Что Тебя Интересует Попробуем Упорядочить Мои Воспоминания Может Быть У Меня Получится Вспомнить Номер Ну Наконец То Она После Длительного Выяснения Отношений Готова Мне Выдать Хоть Какую-то Полезную Информацию Ты в порядке Мне Как-то Что-то Не так С этим Телом Не могу Понять Что Нужно Поторопиться Расскажи Мне Об искусственных Телах О Телах Хорошо Они Называются М-тела Так Зачем Людям Заменяли Тела Из-за Эпидемии Возник Вирус Из-за Которого Во всем Мире Перестали Рождаться Дети Вирус Бесплодие Его Никак Не могли Уничтожить И поэтому Разработали Эту Программу Замены Тел Перенос Сознания Из обычного Тела В механическое Что-то Вроде Личного Убежища Да Временное Убежище В нем Люди Прячутся От старости Когда Вирус Уничтожат Мы сможем Вернуться Свои Родные Тела Но Вы же Снова Станете Смертными Ну Ничего То есть Нет Не станем Научились же Клонировать Жизнь Можно Продлевать Просто Никто Этим Не Воспользовался Не Успели Почему Не Успели Потому Что Из-за Эпидемии Клонирование Стало Невозможным Вирус Вирус Поражал Эмбриональные Клетки Может быть Вируса Уже Нет Много Лет Прошло Не Знаю Он Был Очень На него Ничего Не Действовало Ни Антибиотики Ничего Уничтожить Вирус Могло Только Одно Вещество Пасей Но Его Очень Медленно Добывали Как Его Добывали Из Самих Людей То есть Люди Его Производили Своей Нервной Системой Нервной Системой Не Понял Но Пасей Можно Получить Только Из Эмоций Когда Испытываешь Любое Переживание Твое М-тело Вырабатывает Немного Вещества Вещество Из Переживаний Да Эмоции Это Единственное Из чего Можно Сделать Средство От Вируса Из Этого Пасей Стал Как Главная Ценность В Обществе И Каждый Человек Он Каждый Стал Источником Ценности Да Хотя Были Люди У которых Вещество Почему-то Ценилось Выше Чем У Остальных Что Это За Люди Люди С Пожали Но Не могу Вспомнить Кажется Я поняла Что со мной Не так Я не могу Дышать Дышать Тебе Нужен Кислород Мне Нужно Просто Вдыхать Воздух Это Наследство От Прежнего Тела Рефлекс От Него Нельзя Избавиться Для Этого Вам Тела Встраивают Специальный Модуль Он Имитирует Дыхание Как Я могу Тебе Помочь Мне Нужен Модуль Дыхание Ты Можешь Найти Его Для Меня Где Живо Искать Кругом Одна Степь Степи Больше Ничего Опиши Мне Что Здесь Есть Поблизости Река Какой Это Заброшенный Комплекс Что За Комплекс Большой Такой Купол С Разноцветными Парусами Подожди Да Вижу У меня Есть Доступ К Нему Сад Гербер Эннебиш Я Помню Это Название Я Была Как То Связана С Этим Местом Кажется Это Парк Развлечений Похоже Там В павильонах Хранились Детали Для Мтел И Там Точно Должен Будь Модуль Дыхания Части Тел В детском Парке Их Как-то Использовали В развлекательной Программе Детали Я Не Не Помню Как Им Хорошо Я Попробую Найди Седьмой Павильон Я Постараюсь Подобрать Пароль К Хранилищу Файлов Там Могут Быть Мои Данные Если Что Нибудь Вспомню Свяжусь С тобой Объясни Мне Кое Что Что Почему Люди Не Хотят Жить В М Телах Из Из-за Панических Атак К Нем Невозможно Привыкнуть Каждый Перезапуск Это Приступ Паники Что Это Страх Не Совсем Страх Тебе Так Тепло Становится И Вязко Как Как Вязко Не Знаю Как Это Описать Там Что Что Странное Вроде Жужжание Но Это Не Звук А Просто Ощущение Такое Монотонное Энн Обещание Не Хочу Это Вспоминать Хорошо Не Нужно Привет Мы Наконец-то Запустили Эту Женщину Она Нам Очень Многое Объяснила Длительная Была Катсцена Длительный Разговор Людей Породил Оказывается Вирус Ну Как Обычно Почему-то О будущем Не думают Хорошо О будущем Думают Как О чем-то Что порождает Вирус Ну И В общем-то По крайней мере Здесь вирус Не смертельный Он просто Прекращен Уничтожает Человечество Но Тебя Не уничтожает Просто Люди Не могут Поладиться Вот он Вирус Да Какой Оказывается Ну Не такой Страшный Как Зомби Вирус Например Ну И В общем-то Людей Вселяют Вот В такие Механические Искусственные Тела Хотя Я Вообще Не отказалась Всю жизнь Прожить С таким Телом Хотя Как-то Всю жизнь Получается Жизнь Это уже Как Бессмертие А Вот Эти Люди Почему-то Не хотят Жить В механических Телах Там Какие Панические Атаки У них Все дела Ну И В общем-то Они Надеются Что Найдут Лекарство От Вируса И Их Обратно Переселят В живое Тело Я так Понимаю Эти тела Наверное Замораживают Ну И В общем-то Нам Для этой Девушки Нужно Достать Какую-то Штуку Благодаря Которой Она Сможет Дышать Да Да Она Робот Сейчас Но Ей Все равно Нужно Дышать У нее Так Называем Рефлекс Дыхательный И Ей Нехорошо От того Что Она Не Может Чувствовать Своё Дыхание В общем-то Нам Теперь Нужно Отправляться В этот Парк Детский Детский Парк Парк Аттракционов Как я его Назвала Но я Была Близка К истине Это Парк Развлечений Ну И Видимо Там Именно Там Мы И Найдем С вами Ту штуку Благодаря которой Она Сможет Наша Девушка Дышать Но она Кстати Ходить Не Может Это Странно Я Думала Она Будет С нами Путешествовать А у Нее Вместо Ног Ваза Возможно Мы Ей Найдем И ноги Заодно Что Мелочиться Давай Девушку Соберем Своими Руками Я Его Слепила Из того Что Было Ну На этом Друзья Я Закончу Потому Что Сил моих Нету Хочу Спать Продолжу Уже Наверное В следующей Серии С вами Была Мира Моба Филка Ставим Лайки Комментируем Подписываемся И увидимся В новых Видео Всем Пока Пока